У нее и дома, как в музее. Алла Григорьевна Антонова с удовольствием показывает гостям экспонаты, находящиеся в квартире. Для нее, заведующая музеем истории сельской школы в Горках-Ленинских, изучение родного края из профессии превратилось в дело всей жизни. Вы подумайте, что это Египет и Черное море, а это берег нашей Пахры. 23 года проработала Алла Григорьевна в музее истории сельской школы. За все это время от начальства только поощрение и награды. Но в 2014 году в школе Горки, при которой и расположена экспозиция, сменился директор. С тех пор заведующую музеем пытались уволить трижды. Я пережила два суда и комиссию по трудовым спорам. Суды восстановили меня. С этих пор директор со мной не здоровается, не разговаривает, работой музея не интересуется. В чем причина такой неприязни, затрудняются ответить и участники конфликта, и его свидетели. Аллу Григорьевну знаем очень много лет, только с хорошей стороны. Дети, родители, учителя очень довольны ее высокой профессиональной работой. Человек, клад, человек просто, я не знаю, подарок для нашей школы, подарок для района, подарок для всего, вот, так сказать, для всей истории, в конце концов. Буквально на прошлой неделе Алла Григорьевна получила еще одно извещение об увольнении. И, может быть, в этот раз она бы уступила. Но, по ее мнению и мнению коллег, речь идет не только о ее судьбе, но и о судьбе музея. В свое время там был огромнейший штат, был директор, была администрация, было несколько экскурсоводов, научных работников. Сейчас, ну, в силу наших жизненных событий, осталась одна Алла Григорьевна. Сейчас, если это не будет человеком, музей, по сути дела, закроется. Этот музей – настоящая гордость Ленинского района. Его часто посещают, в том числе, и официальные лица. Но более всего экспозиция – цена для жителей горок, учеников и преподавателей школы. Я в своей работе опираюсь на материалы музея. Уроки часто провожу в музее. К Аллу Григорьевне приходим с детьми, с разными классами. За долгую историю существования музея здесь собрана уникальная коллекция, в том числе и благодаря Алле Григорьевне. Большую ценность экспозиции подтверждают и профессиональные историки. Это музей краеведческий, по своей сути. То есть, там собрано огромное количество предметов, которые касаются истории нашего края. То есть, краеведение – это такая часть исторической науки, где нет ни больших денег, ни больших званий. То есть, это всегда держится на энтузиастах. И вот Алла Григорьевна как раз такой энтузиаст. Алла Григорьевна и в этот раз намерена обратиться в суд. Она уверена, что ее уход поставит крест на существование музея. После первого суда музей был закрыт 4 месяца. После второго суда 40 дней. Причем закрывали именно тогда, когда вся страна проводила мероприятие к 70-летию Победы. И в этом году битва под Москвой. К сожалению, наши попытки получить комментарии этой ситуации у представителей администрации школы успехом не увенчались. Я мог бы к вам подъехать где-нибудь в четверг, интервью с вами взять? А то, знаете... Нет, Максим, нет, я думаю, это излично. Оставьте мою оценку для меня. Она у меня есть, вы ее вряд ли смените. Тем не менее, мы готовы озвучить позицию администрации школы, если они соберутся ею поделиться. Чем закончится конфликт, пока сложно сказать. Главное в этой истории, чтобы личные амбиции или пристрастия, необдуманные действия или поступки не разрушили в одночасье то, что собиралось десятилетиями. Чтобы музей сохранился и, возможно, не как школьный, а как филиал историко-культурного центра. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.